Обмен по-соседски. Есть такая практика, когда близлежащие регионы устраивают обменные выставки. Это из их числа. Открылась она в Зале Народного Творчества Областного Координационно-Методического Центра и называется «Таланты земли Владимирской». Откуда приехали экспонаты, догадаться нетрудно. Иванская область соткана из соседних областей, была, да, там сто лет назад. И поэтому эти традиционные мотивы можно прочитать, там, Владимирские мотивы, можно прочитать в наших изделиях, значит, Костромские мотивы. И поэтому очень любопытно было бы посмотреть, насколько они переплетаются тесно. Пять народных костюмов конца 18-го, начала 20-го века. Эти три символизируют разные этапы жизни женщины. Девушка, невеста и замужняя. Специалисты уверенно заявляют, костюмы воспроизведены с максимальной точностью к прототипам. Сохранена и смысловая нагрузка наряда. Девушка старалась, да, если это девушка на выданье уже, да, она хочет, чтобы на нее обращали внимание, в ее костюме будет очень много красного цвета и красных оттенков. Вот посмотрите, да, у нас такого кораллового цвета красивые рукава, долгорукавная рубаха, и красная такая, ну, красно-коричневая набочка на сарафане, много красного цвета в головном уборе. Как только женщина меняет статус, становится женщиной-матерью семейства, в первые годы у нее расцветает костюм бурными красными красками, много золота, золотых оттенков, красные элементы в одежде, красные элементы в головном уборе. И чем женщина становится старше, тем меньше становится элементов украшения в ее костюме, и тем меньше становится красного цвета. Разглядывать детали каждого наряда можно очень долго, а еще читать каждый как книгу, написанную русским классиком. Кроме костюма на выставке представлены плетеные вручную кружевные изделия, проспись по дереву, ковровская глиняная игрушка, которая обязательно понравится маленьким посетителям. Очень интересная продукция предприятия «Ковровская глиняная игрушка». Это официально зарегистрированное предприятие народных художественных промыслов. Оно существует недолго, скажем так, 25 лет всего, но промысел этот ведется с 19-18 века, потому что мы живем на глинистых местах, Ивановской области, Ковровский район. Поэтому на берегах Клязьми всегда добывали глину и делали из нее не только утварь, но и игрушку. Выставка будет работать до 9 марта. Запланированы групповые экскурсии, мастер-классы по росписи, по дереву и ручному ткачеству. Попробовать себя смогут и взрослые, и дети. День и время проведения мастер-классов будут опубликованы на страницах учреждения в социальных сетях. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.